МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бресте прошел республиканский субботник. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, трудовые акции получились не столь массовыми, но продуктивными. Реконструкция городских очистных сооружений завершена. В рамках мониторинга председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук подчеркнул, что Брестские очистные сооружения – самые современные в стране. Время новой для всех реальности, где слово самоизоляция уже никого не удивляет. Брещане говорят о вирусе доброты и активно обучаются дистанционно. В эфире итоги недели. Говорим о главном. Для творческой команды БУК-ТВ суббота рабочая всегда. Но для большинства брещан выходной день стал возможностью потрудиться на благо родной земли. Сегодня состоялся общереспубликанский субботник. Поддержало его немало людей, начиная с первых лиц города и области. Конечно, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, трудовые акции вышли не столь массовыми, но продуктивными. В этом убедились наши корреспонденты. Они работали на многих локациях. Брещане приводили в порядок сады и парки, очищали от мусора городские территории, сажали и поливали деревья. О том, в каких местах состоялся трудовой марафон и на какие нужды направят сэкономленные в ходе субботника средства, расскажет Виктория Нечаева. Вам кажется, что чиновники далеки от лопат? Ошибаетесь. Сотрудники обл. и горы с полкома, например, могут высадить целую аллею деревьев. Понадобилась часа полтора. И новая липовая аллея, ведущая к восточному форту Брестской крепости, как будто здесь была всегда в строю и мэр, и губернатор. Большое количество будет высажено на территории Брестской крепости. Не только деревьев и аллеи, а это будут и кустарники, это будут и цветы. Поэтому, конечно, этим вопросом будем заниматься. Это очень важно. Это и красиво, это и экология, чистый воздух. Вы видите, что Брестская крепость посещала, вот в прошлом году посетила больше 500 тысяч человек. Да, в этом году немножко меньше, потому что с коронавирусом связано. Но я думаю, что восстановится и здесь наши жители города Бреста постоянно. Я вижу и мамы с детьми гуляют, и взрослые, и старики. Поэтому здесь нужно, чтобы было красиво, удобно и чисто. На уровне прошлого года мы анализируем, что должно быть столько же, сколько и в прошлом году. Единственное, что я принял такое решение и предупредил о том, что с медицинских работников не надо сегодня их там призывать, чтобы они какие-то взносы, значит, денежные выражения. Вы тоже видели, что у нас некоторые рьяные руководители начали там какие-то озвучивать суммы, что медики должны собирать. Я сказал, что это должно быть отменено. Добровольно никто не запрещает, если человек хочет внести, в том числе и денежный взнос. Но прежде всего они должны быть на рабочих местах. Но все остальные категории, как обычно, у нас уже установилась. Кто-то на рабочих местах. Да, мы тоже рекомендовали, чтобы большие группы не собирать, значит, где-то людей, чтобы, ну, не дай бог, не произошли какие-то инфекционные вопросы, не возникли. Поэтому все остальное в обычном режиме. И эти средства также будут направлены, как и в прошлые годы, 50% они будут оставаться в областном бюджете, которые будут направлены на подготовку памятников, лагерей летних для отдыха детей. На территории Брестской крепости трудились с самого утра. Конечно, место трудовой акции выбрано не случайно. Здесь в данный момент ведется реставрация Восточного форта. Он считается одним из самых известных объектов цитадели. Командовал обороной сооружение легендарный защитник Брестской крепости, герой Советского Союза Петр Гаврилов. Скоро форт превратят в интерактивный музей. Здесь будут рассказывать о бочегах сопротивления, эпизодах обороны, судьбах защитников. В общем, в Бресте для работы цитадель – это объект номер один. Конечно, это старый Брест, это крепость, это память 75 лет. Тут столько можно ассоциаций. И нужно сказать, что не до конца это место ухожено так, как это хотелось бы. Эти руины, которые были 75 лет, в принципе, простояли. Сегодня возрождается не для того, чтобы делать нечего, а для того, чтобы показать нашему поколению, в будущем, насколько эта борьба была героическая. Словом, фронт работ предстоял немалый, но все трудились с душой и удовольствием. Входим на субботники всегда. Работа на свежем воздухе – большое удовольствие. Сажаем, липки. Надеемся, что будут беречь экологию города, крепости и создавать красоту. Ежедневно работаю на свежем воздухе. Для каждого человека она нужна. Всем необходимо это. Когда такой работы нет, человек себя хуже чувствует. В центре внимания в рамках субботника оказались все территории, относящиеся к категории зона отдыха, в том числе и те, которые только начинают приобретать ухоженный вид. Парковый комплекс по улице Папанина, получивший в народе название «Интендантский», сегодня благоустраивали представители городского исполнительного комитета. Необходимо было собрать и вывезти ненужный мусор, расчистить лесополосу. Некоторые деревья уже представляли реальную опасность. Территория знаковая. Раньше здесь находился военный госпиталь. Сегодня руководство областного центра прорабатывает возможности для развития этого участка, расположенного в сердце города. Мы хотим быть последовательными в своих действиях. И в то же время быть последовательными не значит, что это надо что-то делать очень быстро. Тем более в таких вот спорных моментах, которые есть в данной ситуации по этой территории. Концептуально только лишь одно, что это будет зона отдыха, что это будет красивая, облагороженная территория, где люди должны отдыхать. А название, концепция пока еще в стадии проработки. Те предложения, которые мы имеем, от банального под названием «Молодежный сквер» со всеми этими скейт-парками до сложных названий, «Интендантский», «Госпитальный», которые имеют с собой исторический подтекст. Где-то, наверное, надо еще немножко опять эту работу продолжать, искать какую-то золотую середину. Очевидно одно, что вот эти аллеи будут сохранены. Очевидно то, что со стороны улицы этот забор будет преобразован, и будет два входа. Очевидно, что, возможно, если будет желание, здесь будет какая-то небольшая капличка. Это, я думаю, что очевидно. Все остальное пока в стадии работы. И сегодня вот горисполком, работники горисполкома здесь наводят порядок. Жаль, что те многочисленные желающие, которые поухожут, не пришли сюда на расстоянии двух метров друг от друга, можно было спокойно пообирать эту грязь. Уборка территорий такого типа сегодня актуальна как никогда. К сожалению, в городе достаточно продолжительное время стоит сухая и ветреная погода. И любой мусор при неудачном стечении обстоятельств может стать источником пожара. На территории города Бреста у нас лесопарковые зоны. К предприятиям коммунальник проведена опашка лесопарковых зон. Это порядка 150 километров мериативных полос. И вот сегодня на комиссии по чрезвычайной ситуации еще раз было обращено внимание на коммунальнику, на обновление, на ревизию мериализированных полос. И, конечно же, городской отдел вместе с охраной природы и окружающей среды проводит такие мероприятия по контролю в лесопарковых зонах, в том числе и в местах отдыха. У Холмских ворот и на многих других объектах сегодня трудились и представители Белорусского республиканского союза молодежи. Пусть не массово, но продуктивно. На инициативу откликнулось немало волонтеров, но из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране собирались небольшими группами. Мы сегодня собрались не так массово, то есть мы трудимся точечно во всех уголках города Бреста и Брестской области, так сказать, соблюдая гигиенические правила и нормы. Но хочется сказать, что когда я предложил, все с удовольствием согласились, потому что на самом деле это очень важно для каждого. Мне кажется, что мы брещане и не только патриоты уже в душе. Для нас это нужно, для нас это важно, и, наверное, без этого никак. Апрельский субботник стал уже доброй традицией, и частичка труда брещан есть во многих объектах области. Да, сегодня поработали продуктивно, но успели и поговорить на чистоту. От экономики и коронавируса до наболевшего темы аккумуляторного завода. Председатель Брестского облсполкома ответил на все интересующие вопросы журналистов, а таковых у них накопилось немало. Своеобразная пресс-конференция состоялась прямо во время субботника. Итак, первая прозвучавшая тема. На днях на Большом совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждались вопросы экономического развития в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Закономерен вопрос, на чем необходимо сконцентрироваться Брестской области. Мы больше начали сегодня работать, тестировать людей. Две лаборатории работают. Уже сегодня на утро 560 тестов мы делаем в течение суток. Поэтому, естественно, что количество выявленных будет больше. Но это и хорошо, потому что, когда на ранней стадии мы выявляем заболевших, значит, проще с ними работать. Это первое, и меры предосторожности необходимо соблюдать. Поэтому на это было обращено внимание. Второе, это работа экономики. Без работы, значит, если остановим предприятия, будут большие проблемы. Поэтому у нас в стране принято решение, что все должны работать, предприятия, учреждения в обычном режиме. Они работают и у нас все, ни одно предприятие не остановлено. Некоторые ощущают проблемы с комплектующими, с реализацией продукции. Но это в мире нормально, потому что ищем новые рынки сбыта. И видим, что и в Европе, и в мире экономика тоже восстанавливается. Конечно, есть проблемы с такими отраслями, как туристический бизнес, гостиничный бизнес, другие, где нужно будет помогать. Поэтому, вы знаете, было обсуждено, было на этом совещании, и президент подписал указ о мерах, которые помогут оказать помощь определенным секторам экономики. Поэтому задача, самое главное, сохранить трудовые коллективы, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали заработную плату. Есть и очень хорошие новости. Брестская область признана победителем соревнования за 2019 год и будет занесена на республиканскую доску почета. Такого признания регион удостоился за наилучшие результаты в выполнении показателей социально-экономического развития. Губернатор уверен, достичь столь высокой планки нам удалось ввиду нескольких причин. Мы действительно практически по всем позициям основным это сельское хозяйство, прежде всего промышленность, торговля, другие сферы строительства, мы успешно сработали, поэтому и такая высокая оценка и хорошие результаты работы. Это, конечно, благодаря, прежде всего, работе трудовых коллективов во всех отраслях, работе руководителей, председателей гора и сполкомов, которые ставили задачу, следили за их выполнением, ну а непосредственно, конечно, на местах специалисты, руководители предприятий выполняли поставленную задачу. Поэтому сложилось это хорошо благодаря усиленно исполченной работе наших трудовых коллективов, и особенно в реальном секторе экономики. То, что касается первого квартала, в первом квартале мы неплохо, хорошо сработали. У нас мы на уровне с двумя областями, это Гродненской и городом Минском, преодолели рубеж, мы не снизили объемы производства по сравнению с прошлым годом. И объем ВВП у нас составил 100,3. Это хороший показатель. И, конечно, аккумуляторный завод. Губернатор чувствует тревожное настроение брещан, но на эту злободневную тему руководитель области говорит крайне спокойно и объясняет, почему. «Было принято решение при остановке ввода в эксплуатацию данного завода. Оно принято в прошлом году, вы знаете, в июле месяце. Оно не отменено. Завод не работает. Поэтому какое загрязнение окружающей среды или какие проблемы могут быть у наших людей, у граждан опасений, оно же не работает. Никаких выбросов нет. Но оппозиция взяла флаг в руки и ходит, будоражит людей в том плане, что нет завода, власть не видит. И вы видите, что в последнее особенное время уже один баннер против строительства завода, хотя я говорю, он уже построен, это обширная ситуация с этими баннерами, но появляются другие. Власть на нары и так далее, и так далее. То есть это явная политическая направленность этого мероприятия. Позиция обл. исполкома, значит, как раз понятна и последовательна. Завод не работает, он не отменено решение, распоряжение, значит, о вводе этого завода. Второе, вы знаете, решением суда принято решение, оно вступило в законную силу о возврате бюджетных средств, которые были направлены с регуляционного фода в обл. исполком. Ай-Пауэр сейчас оспаривает не возврат этих средств, а просто реструктуризацию, что они говорят. Они не могут их, значит, сегодня вернуть единовременно. Поэтому об этом не то спорно. А не о том, что возвращать или не возвращать. Третье, мы обратились в госстроэкспертизу, обл. исполкома обратился в госстроэкспертизу и обратил внимание на некоторые вопросы, в том числе, когда и Пауэр заявлял о том, что там не использовано было бюджетных средств. Так почему было направлено за подписью заместителя председателя обл. исполкома. Значит, и госстроэкспертиза, да, приняла решение и приостановила, значит, то решение, которое было выдано. Что дальше? Значит, не будет этот завод введен, если там будут какие-то проблемные вопросы по экологии, по технологии и так далее, и так далее. Поэтому гражданам не надо волноваться о том, что этот завод с какими-то нарушениями будет работать в городе Брест. А я не исключаю возможность, что он может быть и перепрофилирован, потому что для этого должна быть создана комиссия, независимая, из ученых, специалистов, которые скажут, значит, как этот завод может работать, не может он работать. После этого будет приниматься решение. Позиция обл. исполкома проста и понятна. Губернатор призвал Брещан не вестись на провокации, которые создают люди, решающие свои политические амбиции. В эфире итоги недели мы продолжаем. В Бресте работа по изучению и внедрению технологических инноваций для решения ряда экологических вопросов продолжается, в том числе за счет привлечения международных источников финансирования. Яркий тому пример – реконструкция городских очистных сооружений. Проект «Международный. Финансовая поддержка» осуществлялась за счет кредитных и грантовых средств международных банков и финансовых фондов. Реконструкция длилась почти три года. Одновленный комплекс сдали в ноябре 2019-го, однако работа на этом не закончилась. В очередной раз промониторил ситуацию на комплексе очистных сооружений председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Продолжит наш корреспондент Виктория Нечаева. Брестская городская станция очистных сооружений очищает сточные воды Бреста. Функционирует уже полвека. За это время, конечно, изменилась многое. Концентрация загрязнений стали другими и требования к окружающей среде. Город вырос в разы. Конструкции сооружений, их техническое оснащение давно износились. Реконструкция, которая длилась на протяжении почти трех лет, позволила модернизировать всю технологическую цепочку. Главной задачей реконструкции была очистка сточных вод по международным стандартам и уменьшение неприятного запаха в городе. Ремонтные работы велись несколько лет, сдали объект в ноябре прошлого года. Обновленный комплекс помог сделать город чище и избавил от неприятного запаха. Однако на этом преобразования не завершились, так как в ходе основного этапа работ удалось сэкономить грантовые средства, которые будут использованы в дальнейшем. Северный инвестиционный банк, как главный финансист данного проекта, одобрил деньги на другие объекты для очистных сооружений. И весной текущего года были построены новые установки по очистке воздуха. Были применены новейшие немецкие технологии по очистке воздуха, которые на данный момент успешно эксплуатируются. Напомним, что в предыдущем этапе проекта, который был завершен в прошлом году, были также проведены мероприятия по ликвидации данного запаха, были установлены купола над первичными отстойниками. А на данный момент эти две новые установки отводят неприятный запах из-под куполов первичных отстойников, а также от здания механической очистки, которая являлась одним из источников неприятного запаха на очистных сооружениях. Планировалось, что открытие очистных сооружений пройдет торжественно. Ожидался приезд представителей стран, которые приняли участие в этом международном проекте. В Брест должны были приехать гости из Финляндии и Англии, Швеции и Чехии, Германии и Польши, России. Но по понятным причинам встреча не состоялась. Мэр Бреста Александр Рогачук прибыл на станцию, чтобы оценить работу новых установок. Городоначальник заверил, сегодня Брестские очистные сооружения – самые современные в стране. Наши очистные уникальны с тем, что находятся недалеко от города и акцент по устранению запахов сделан только у нас в городе Бресте. И из 11 миллионов евро, 1 миллион евро был потрачен именно на это направление. Да, те заказчики, те грантодатели, которые выделили деньги, они в последнюю очередь ставили эту проблему запахов. Для них было важнее нормы Халкома, которые обеспечивают выбросы в лук. Но нам удалось убедить всех, что это тоже очень важно. Поэтому сегодня знаковое и большое событие для нашего города. Да, Брест дышит по-новому. Чтобы это стало возможным, преобразования коснулись всей технологической цепочки. К примеру, механическая очистка. С нее все и начинается. Благодаря решеткам мусор проходит через фильтр, вода попадает в песколовку, удаляется песок. После накопившийся осадок. Новейшее оборудование усовершенствовало этот процесс. А дальше через большой воздуходув из первичных отстойников поступает загрязненный воздух. Далее он с помощью реагентов очищается, затем поступает на биофильтр со щепой. Это окончательные топочистки. Здесь устраняется весь неприятный запах. За качество выполненных работ и сроки отвечает строительная компания «Продом». Был построен аэротэнк, два новых вторичных отстойника и проведена реконструкция существующих очистных сооружений. Также нами была разработана и здесь успешно внедрена технология по закрытию первичных отстойников для того, чтобы устранить те неприятные запахи, которые были из очистных до сегодняшнего момента. Мы понимали всю ответственность и те работы, которые были нам доверены, мы выполнили качественно в срок. А чтобы весь этот многоступенчатый процесс проходил без сбоев, на станции очистных сооружений работает диспетчерская. Все оборудование, которое в ней установлено, схематически отображено на больших экранах мониторов. То есть следить за режимом работы станции можно, не выходя из рабочего кабинета. Общаясь с журналистами, Александр Рогачук отметил, что с учетом городской промышленности работа по модернизации объектов продолжится. Нам надо дальше модернизировать очистные нашего мусороперерабатывающего завода. Нам дальше работать надо по локальным очистным наших крупных перерабатывающих промышленностей. Эту работу тоже будем системно продолжать. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Фокус на экономику. Судьба электролампового завода по-прежнему остается в числе приоритетных тем для областного центра. Некогда одно из крупнейших предприятий, обеспечивающих товарами жителей не только своей страны, но и государств соседей, сегодня переживает кризис. Спасти производство и поддержать людей, оказавшихся заложниками ситуации. Эти темы стали приоритетными для многих структур, в том числе и Федерации профсоюзов Беларуси. Президент страны инициативу поддержал. Первый визит на производство состоялся несколько месяцев назад. На тот момент предприятие имело существенную кредиторскую задолженность, немалые долги по обязательным платежам испытывало дефицит оборотных средств. На этой неделе прошла очередная рабочая поездка председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды на электроламповый завод. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Рабочая поездка лидера профсоюзного движения страны начинается не с общения в кабинетах, а непосредственно на производстве, где сегодня, к слову, активно проходят ремонты помещений. За последние несколько месяцев коллектив завода смог реализовать сразу несколько задач. Одна из приоритетных – расширить ассортиментную линейку, чтобы быть более востребованными на уже закрепившихся рынках. В России, Вьетнаме, Казахстане. Ремонты идут глобальные. Люди эти изменения видят. Предприятие обеспечено заказами, благодаря в том числе поддержке профсоюзных организаций. Осуществляется работа госорганов по внесению изменений в ассортиментные перечни. Нас услышали торговые сети. Наша продукция появляется на полках магазинов торговых сетей. Предприятие уходит в традиционные лампы накаливания леча, переходит на светодиодные источники света. В первую очередь это филаментная лампа и модульная лампа. В нашей стране Брестское предприятие – единственный лицензированный производитель ламп. Однако в непростое время, кроме существующих здесь проблем, долгов, добавились и трудности с поставками, что не могло не сказаться на зарплате работников. Подобная ситуация не только на электроламповом заводе. Оказать материальную поддержку людям решила Федерация профсоюзов Беларуси, организовав по всей стране кассы взаимопомощи. В первую очередь ее получат те, кто находится в сложной финансовой ситуации. Все профессиональные союзы, все членские организации Федерации профсоюзов Беларуси создали кассы взаимопомощи. В чем суть этих касс? В том, что когда на предприятии сложное экономическое положение и у правкома предприятия практически нет денежных средств для того, чтобы помочь и поддержать людей, у которых создалось экономическое и тяжелое материальное положение, сегодня этим профсоюзным организациям и за эти кассы взаимопомощи перечисляются деньги для того, чтобы уникли финансовые ресурсы и они могли своевременно помочь тем, кто нуждается в этой помощи. Только за последние две недели из касс на помощь организациям в разных регионах страны было выделено более 2 миллионов рублей. Еще порядка полутора миллионов израсходованы на приобретение дезинфицирующих препаратов, средств индивидуальной защиты. Ведь, несмотря на существующее положение дел с COVID-19, люди продолжают работать. Некоторые в сложившихся условиях осваивают смежные профессии. Сегодня важно поддержать это предприятие, для того, чтобы это предприятие вышло на устойчивую экономическую свою работу и чтобы люди могли зарабатывать достойную заработную плату, чтобы не было простоев, не было задержек заработной платы. Мы подключились к решению проблем этого завода. Наши предложения были поддержаны президентом нашей страны. Сегодня пересматриваются таможни и штрафные санкции, которые были наложены на предприятие. Рефинансированы практически все кредиторские задолженности. И это дало возможность предприятию, что говорится, задышать, чтобы начать свою работу, начать сегодня восстанавливать свой экономический ресурс, свои возможности. Но сегодня самое важное, что заработные оплаты выплачиваются вовремя, идет рост заработной платы. Но надо еще сделать очень много для того, чтобы предприятие действительно вышло на свои экономически устойчивые позиции и чтобы работало устойчиво и не было простоев. Ситуация на Брисском электроламповом заводе будет находиться под пристальным вниманием еще долго. Выйти на устойчивые показатели в сложившихся условиях непросто. Да, первый шаг уже сделан, а что будет дальше, покажет время. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Вороний, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Это новости Бреста, события, люди, явления за неделю. Коронавирус на протяжении нескольких месяцев меняет мир и привычный уклад жизни. Число людей, заболевших коронавирусной инфекцией, растет, по данным Министерства здравоохранения Беларуси, на 12 часов 25 апреля. В нашей стране зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию. Прирост за последние сутки стал рекордным – плюс 817 случаев. Минздрав объясняет такой стремительный рост тем, что в Беларуси сейчас проводят много тестов. Всего их было сделано 139 295 с начала вспышки. В Брестской области самые низкие цифры заразившихся в стране. Беларусы не паникуют, но опаска за свое здоровье, конечно, есть. Верный способ бороться со стрессом – заняться любимым делом – найти хобби. Пришло время новой для всех реальности, где слово «самоизоляция» уже никого не удивляет. Сейчас у Брещан рождается небывалый спрос на всевозможные онлайн-курсы. Тем более, что с началом пандемии в бесплатном доступе появилось огромное количество виртуальных занятий, которые помогут стать профессионалом в самых разных областях. Об этом и не только расскажет Ирина Кузьмич. Самоизоляция в хорошую погоду дает сбой. Горожане выходят на улицу каждый по своим делам. Кто-то в полной экипировке, кто-то только в маске, а другие без средств индивидуальной защиты стараются соблюдать социальную дистанцию. Коронавирус нес свои коррективы в привычный уклад жизни людей, и многим приходится с этим мириться. Я стала меньше посещать публичные мероприятия, практически перестала вообще. Я заметила, что в общественном транспорте стало меньше людей. И, конечно, когда первое время видишь людей в масках, это очень так удивляет и где-то пугает, но я уже привыкла, в принципе. Но пока свою маску ношу только в сумке. Еще не приходилось надевать. Но как-то стараюсь социально дистанцироваться. Сейчас, ну, очень страшно, конечно, для детей, для семьи, для всего. Мы живем, как мне понять. Если ребенок просто обычно заболел, мы просто в шоке. Ну, мы не знаем, что, ну, это от коронавируса или от нормального. И нам, ну, что происходит тоже, это не очень хорошо. Изменилось у нас, если честно, многое. У меня и свадьба намечалась, события, торжество. Сейчас оно под вопросом, то есть в плане именно, ну, собирать ли вот это все мероприятие массово. Также работы стало значительно меньше. Отправляют в отпуска за свой счет, ну, либо там оплачиваемые. То есть, ну, как-то стараемся все равно не унывать. С учетом того, как меняется жизнь горожан, многие брестские студии и организации изменили не только привычный для себя график, но и форму работы. Изменения в мире заставляют подстраиваться под них, чтобы оставаться на плаву. Руководство школы танцев «Лего Дэнс» это понимало. Из-за того, что эпидемиологическая ситуация ухудшалась, посещаемость падала, а потому было принято решение перейти на дистанционное обучение. Сейчас привычное количество учеников заменяет камерам. Снимаем видеоурок подробно, то бишь хореограф приходит в зал, мы ставим нашу камеру сзади хореографа, то бишь камера, представьте, как будто это стоит ученик за хореографом. И вот получается, ученик видит хореографа сзади и видит отражение в зеркале. И тем самым он не путается, он понимает четко, где правая нога, где там левая рука и так далее. На дистанционную форму обучения перешла не только школа танцев. Те, кто был лучше всего к этому готов, IT-школа MyIT. Здесь переход на онлайн поддержали все ученики без исключения и отнеслись к этой идее положительно. Создавать 3D-модели, сайты и программы сейчас можно, не выходя из дома. Кроме того, художественную школу-студию MyArt, которая относится к IT-школе, тоже перевели на дистанционное обучение. И, как отмечают руководители, посещаемое занятие на данный момент стремится к 100%. Мы перешли на дистанционное обучение 100% 35 группами и продолжаем это обучение уже порядка полутора месяцев. Очень радует, что нас поддержали практически все родители наших учеников. Были, что скрывать, единичные случаи, когда родители сомневались, что можно заниматься эффективно дистанционно, то есть не посещая физически школу. Детям тоже понравилось, потому что дети, ну, разное мнение, мы опрашивали детей. Ну, если что-то такое интересное, то некоторые дети говорили, очень здорово учиться, не выходя из дома, ешь бутерброд и как бы присутствуешь на занятиях. То есть даже такие были мнения. Пока одни находят выход из сложившейся ситуации и помогают людям обучаться, не выходя из дома, другие направляют всю свою силу на помощь врачам и готовы в нужную минуту подставить им плечо. Коронавирус стал настоящей проверкой на сплоченность. Оказать посильную помощь решили некоторые кафе и рестораны города. Полноценное питание для медицинского персонала также важно, как индивидуальные средства защиты. Взять на себя дополнительную обязанность, поддержать врачей так, как повара умеют лучше всего, накормить вкусным обедом – дело нужное. На создание такой инициативы владельцев брестских заведений вдохновил пример минского ресторана. Вдохновила очень нас еще акция в Минске. Грильман, вот вроде бы бар, они так организовались, мы им позвонили, все у них расспросили, как нам сделать, как вы это, как доставляете, как упаковываете, как все они нам рассказали. Мы все это еще сами додумали что-то, сами обзвонили всех, все больницы. Если кто-то там думает, что это руководство заказывает себе это все не так, непосредственно врачу, который рискует своим здоровьем, доставляются эти обеды. А для того, чтобы ситуация стабилизировалась, всем нам нужно соблюдать правила. Они помогут не заболеть и не стать переносчиком коронавирусной инфекции. Не надо, скажем так, паниковать, истерить, надо просто сконцентрироваться, все обдумать и поменьше находиться в местах массового пребывания людей, в магазины стараться ходить тоже там, допустим, раз в неделю закупились и на этом все. То есть избегать контакта с больными, то есть если по какой-то причине придется контактировать, то необходимо использовать маску, необходимо соблюдать дистанцию где-то полтора метра, потому что этот вирус, он не такой летучий, как другие, но дистанция метр-полтора не помешает. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Дата, оставившая особый след в истории Белоруссии и Украины – 26 апреля. День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В храмах традиционно звучит заупокойная молитва, а близкие тех, кто жил рядом со взорвавшимся реактором и тех, кто ликвидировал последствия, вспоминает погибших родных и друзей. Той ночью, 26 апреля 1986 года, был запланирован ремонт на четвертом энергоблоке. В час 23 работники станции поняли, что-то пошло не так, но было уже слишком поздно. Взрывная волна буквально стерла с лица земли реактор. На ликвидацию последствий были направлены значительные силы. Помощь оказывали и милиционеры. О судьбе одного из них наш следующий сюжет. 26 апреля 1986 года прогремел взрыв на Чернобыльской АЭС. Только спустя несколько дней скудными фразами информация о взрыве на реакторе разлетелась по уголкам Советского Союза. И уже намного позже эти трагические события будут сравнивать с масштабами ядерного взрыва. Невидимый враг в секунды смог занять масштабные территории и выжить оттуда тех, кто поколениями создавал здесь семьи, налаживал быт. Людей отселяли, а на занятой радиации территории для поддержания порядка приезжали правоохранители. Александр Александрович Огнев, на тот момент старший лейтенант Огнев, командировку в зону отчуждения, воспринял как обычное служебное задание. О масштабах произошедшего тогда даже не подозревали. Человеческий фактор сработал. Трусов не было, все не свислые будут достойны. Тем более работали по 12 часов. Организовали даже горячее питание тем, кто был на службу. Людям огромное спасибо. Это самое главное. Сегодня в Музее управления внутренних дел собраны и бережно хранятся фотографии тех, кто исполнял вместе с Александром Александровичем свой служебный долг. Честно и добросовестно. К своей работе люди подходили ответственно. Некоторые ездили в Чернобыльскую зону не раз. Милиционеры своими глазами наблюдали человеческое горе. Вопреки страху за свою жизнь и здоровье, противостояли мародерству. Поставленные дома то и дело пытались пробраться воры. Медленно, но уверенно жизнь в районе угасала. Надо ездить. Представьте себе, люди там жили очень в большом достатке, потому что и грибы, и ягоды, весные угодья, река не одна. Дома добротные. Земли тоже природные, сельхозработан. Люди жили в достатке. Надо было видеть, как они покидали свое жилище и неизвестно куда. Тем более не разрешали с собой ничего, бракторами документов. Угасала постепенно и жизнь тех, кто ездил в чернобыльские командировки. Сказалось влияние радиации на организм. Многих, к сожалению, уже нет в живых. Но память о них будет жить еще долгие годы в сердцах однополчан и тех, кто пришел на смену чернобыльскому поколению. Та же война была такая враг невидимой. И вот что самое интересное, радиация. Вот здесь мы находимся, здесь вообще чистыми. Отойдете два метра, там будет два рентгена. Только людям спасибо, потому что люди добросовестно, честно исполнили свой свой совет. Долг и присягу, которые понимали. Они давали присягу на верность людям, и данное слово, как настоящие мужчины, они сдержали до конца. Это были главные события Бреста, как ими ухо видели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. На этом у нас сегодня все. Итоги следующей семидневки подведем в следующем эфире. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. А пока всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя.